всем привет добро пожаловать в мою оранжерею вот такие джунгли а это всего лишь только одни диплодении сегодня в своем видео я хочу показать свою коллекцию диплодении и немножко расскажу вам а какие сорта и об уходе расскажу конечно же как я за ними ухаживаю что они любят и что они не любят вот такие вот они у меня наросли начнем с этой моей большой она у меня моей оранжерея самое первое можно сказать ей лет шесть она со мной живет вот такая она выросла конечно же я и делаю обрезки и все равно пуст очень большой и горшочек уже такой мне довольно крупный уже сорт в интернете смотрела называется бордо классе вот если кто-то знает правильное название этого софта можете написать мне комментарии она у меня вообще такая уже большая у меня есть видео про нее на канале если кому-то интересно можете зайти посмотреть это моя белая диплодения у нее был вообще вкус такой огромный просто выше меня ростом я ее просто знаете нарастила она такая очень пушистая была но при отъезде напал на нее клещик я ее обрезала вот укоренила черенок который вы сейчас видите а ту я конечно не смогла спасти диплодению вот она мне тоже заложила бутоны она цветет я уже заметила позднее чем вот допустим бордовая она начинает сначала весны цвести а это нам наоборот как-то осенью закладывает бутоны ну и весной конечно может сорт к сожалению я тоже не скажу это диплодение тоже где-то лет пять лет пять тоже около шести также как и той после того как я набралась опыта и поняла это растение что она любит как за ним ухаживать правильно я решила конечно расширить свою коллекцию и здесь как говорится остапа понесло сейчас у меня 9 сортов диплодении я конечно их очень сильно люблю мне нравится это очень растение и для меня мне кажется но неприхотливая и цветет очень красиво и продолжительный диплодения или как ее еще называют мандевилла это очень красиво цветущая лиан я просто знаю что она у многих не цветет но это конечно все таки требуется какой-то опыт набраться с этим растением и понять что ей нравится но во-первых я могу сказать сразу это освещение она любит довольно таки яркие яркий свет но притенять ее нужно от полуденных лучей солнца она хорошая цветунья все зависит от вас все ваших руках ну и продолжим по сортам ну вот как у меня некоторых сортов конечно названий нет ну давайте начнем вот такой красотки это баригатная моя диплодения она цветет желтым у нее уже вот здесь вот бутончик появляется она у меня будет свистеть сорт называется лютия тропикал дрель очень красивые листья даже если она когда не цветет она очень смотрится декоративно цветы у нее красивого желтого цвета следующее диплодения сорт называется супер труппер это махровая розовая листья у нее такие очень красивые и такие знаете вот если диплодению потрогать у нее такие очень гладкие глянцевые листья а у этой такие бархатистые она у меня конечно завязала бутон я вот только сегодня это обнаружила и сейчас вот не могу просто найти скоро она должна зацвести я обязательно либо сниму видео либо выставлю фотографию сообщества это диплодения розовая у нее просто розовый такой цветочек вот он скоро распустится к сожалению тоже сорт у меня утерян так что пишите мне в комментариях если кто-то знает как этот сорт называется я буду очень рада если вы мне напишите его название очень красивый розовый яркий цвет такой следующая диплодения сорт диамантина палцитрин это желтый цвет я выставляла когда она мне отцвела в сообщество фотографии очень такой знаете насыщенный такой желтый цвет на к сожалению сейчас не цветет но у нее здесь вот есть конечно еще бутончики скоро будут следующий сорт космос white этот сорт диплодения отличается вот такими большими листьями очень такие посмотрите вот у нее чем она начинает взрослеть и листья становятся большие вот какие смотрите прям вообще очень красиво смотрится она у меня не цвела но вот первый раз она вот закладывает бутончики обязательно тоже выставлю фотографию покажу вам а это моя красотка розовая с волнистыми краями сорт кудряшка вот тоже не знаю как называется ее правильно сорт у меня многие подписчики пишут они помнят когда я ее приобрела и они меня спрашивают не зацвела ли ваша кудряшка нет она еще не зацвела зато нарастила вот такие красивые формы и я кстати узнавала про этот сорт диплодения он цветет поздно он может зацвести поздней осенью ближе к зиме так что я жду с нетерпением как только на ней распустится хоть один цветочек я обязательно выставлю фотографию в сообщество или даже просто сниму отдельное видео по ней это моя желтая диплодения она цветет постоянно вот единственная минус что у нее цветочки однодневки они не держатся даже и сутки даже меньше суток держится цветок но у нее у нее столько много бутонов что вот этого не замечаешь вот если один отцветает то на нем другой зацветает и на ней иногда может появиться например 6-7 бутонов то есть вот она цвела у меня летом очень обильно цвела а сейчас как-то поменьше стало но все равно бутонов очень много и листва тоже у нее такая более округлая вот у них у всех листья прям разные и цвет такой какой-то светлая зелень такая ну красиво очень смотрится вот такая коллекция моих диплодений ну я конечно на этом не остановлюсь если будут появляться какие-то интересные сорта я конечно же их постараюсь приобрести и сейчас я расскажу как я за ними ухаживаю ну начнем с местоположения что диплодения вообще любит диплодения любит рассеянный яркий свет это первое второе она не любит большие горшки то есть все по мере разрастания корневой системы третье полив я поливаю свои диплодения по мере пересыхания верхнего слоя почвы ну примерно наверно наполовину это в летний период а зимой могу дать просохнуть грунту полностью то есть зимой нужно их поливать очень мало грунт я использую универсальный ну раз в месяц я их поливаю водичкой подкисленной лимонным соком поливаю обязательно только теплой водой из под крана я не отстаиваю иногда конечно я им устраиваю теплый душ но прежде чем устроить теплый душ я просушиваю полностью горшок с грунтом чтоб он был сухой и тогда просто даже если и попадет водичка на почву то ничего страшного не будет то есть это сразу же и полив будет и душ и листики отмоются от пыли подкармливаю весенне-летний период ну я использую удобрения для цветущих растений с вредителями я особо не сталкивалась ну так иногда может быть на это большой как-то клещик вроде нападал но я сразу фитовермом обработала и я больше не видела на ней клещика и других вредителей я не видела укореняется теплодения очень легко в тепличке у меня вот этот черенок я укореняла сама и вот этот белый есть видео на канале если кому интересно можете зайти и посмотреть про зимовку ну я лично такой зимовки конкретно не устраиваю потому что у меня и досвечиваю я их зимой ну вот единственно сокращаю полив как я и сказала полив скудный такой знаете зимой и все и конечно же обрезки вот эти усы которые она выпускает длинные я их обрезаю и прекращаю удобрять удобрять я начинаю с февраля но это если диплодения не цветет а если диплодения все-таки цветет конечно поливать ее чуть побольше нужно и можно даже и подкормку внести так что не бойтесь выращивайте такую красоту увидимся в следующем видео пока и и в